МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Екатерина Костейникова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Ремонт инженерных сетей многоквартирного дома на проспекте Победы планируют завершить с опережением графика. Жители Балаклавы оказались в кадастровом плену и просят сделать им дорогу. Водолазы спасательной службы Севастополя очистили акваторию городского пляжа Балаклавы от мусора в канун праздника Крещения. Правительство России окажет необходимую поддержку Комитету семей воинов Отечества. Соответствующее поручение дал Владимир Путин во время заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. В наступившем году при поддержке правительства Комитет продолжит работу по предоставлению членам семей участников специальной военной операции бесплатной юридической и психологической помощи. Почему это так важно? Потому что взаимодействие с министерствами и ведомствами без него нам не получится решать те вопросы, с которыми мы сталкиваемся фактически каждый день. И, конечно, это обратная связь, это своевременность, реакция, это то, когда мы не просто... У нас сегодня есть юридическая помощь, у нас сегодня есть духовно-психологическая помощь, у нас сегодня волонтерская деятельность, культурные проекты, патриотические, то, чем занимаются наши героические мамы и жены, которые объединены тем, чтобы тыл помогал фронту. Меры поддержки будут касаться в том числе и женщин, которые проживали с бойцами спецоперации в незарегистрированном браке. Руководитель комитета отметила, что сегодня вопросы, поступающие от них, решить довольно сложно. Это поддержка, когда, например, брак не был заключен, а в браке имеется... То есть, вне брака имеется, например, ребенок. И вот как сделать так, чтобы не был вписан в свидетельство о рождении, не успели заключить официальный брак, юридический, и как сделать так, чтобы все меры поддержки, в том числе и получал героя нашего участника специальной военной операции, сына или дочка. И вот здесь, конечно, упрощение порядка, и здесь мы сегодня на этом тоже работаем. Комитет семей воинов Отечества работает в нашей стране больше года. Он объединил более полутора тысяч активистов во всех 89 регионах России. Севастопольский штаб и общественные организации также оказывают всестороннюю помощь бойцам и их семьям в городе-герое. На самом деле передавают вас не так далеко. И здесь намного, с одной стороны, кажется, что проще, потому что расстояние небольшое, а с другой стороны, сложнее, потому что помощи нужно больше и больше. И, конечно, это и про семьи, и, конечно, это про бойцов, потому что девчонки занимаются в том числе и гуманитарными грузами, которые отправляют в зону специальной военной операции. Не только бойцам, но и мирному населению. Мирному населению, которому тоже сегодня необходима помощь. И вот здесь и Севастополь тоже у нас помогает достаточно активно. В марте на проспекте Октябрьской революции заработают сразу два новых школьных корпуса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Свои двери для учеников начальных классов откроют школы номеров 54 и 37. Планируется, что в новом корпусе последней будут учиться 450 детей с первого по четвертой классы. В здании общей площадью 11 тысяч квадратных метров ребят ждут просторные классы для изучения иностранных языков, игры в шахматы и занятий информатикой. И большая библиотека, в которой каждый школьник точно найдет для себя что-то интересное. Ведь на полках обоснуются 10 тысяч книг. В проекте были предусмотрены изо-студия, кружковые кабинеты, также большой спортивный зал, пищеблок, столовая, полностью оборудованная всеми необходимыми принадлежностями и также классы оборудованы по последнему слову техники, то есть и цифровые интерактивные доски, и вся оргтехника. На территории школы построен большой стадион, игровые площадки, волейбольный стадион, футбольный стадион, также установлены карусели. Для учеников предусмотрена группа продленного дня, а также дополнительное образование, секции и кружки. Новый корпус будет относиться к школе номер 37 имени героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева. У нас та школа начальная, что существует, она переходит сюда, но, естественно, нам на следующий учебный год, конечно, понадобятся дополнительные педагоги, дополнительного образования, учителя информатики, логопед, психолог еще один, ну и, естественно, технический персонал. Планируется, что это за январь и февраль здания пройдет необходимое обследование, получит заключение Роспотребнадзора и уже в марте полноценно начнет свою работу. Такие же планы строятся в отношении нового корпуса начальной школы номер 54 имени Юрия Алексеевича Гагарина. В трехэтажном здании площадью 11 тысяч квадратных метров ребят ждут просторные классы с многофункциональными досками, актовый зал с роялем, библиотека и класс хореографии. Оборудовано с учетом младших классов, то есть все детские площадки, все согласно нормам. И по сертифицированным материалам. Особое внимание в новом корпусе школы будет уделяться здоровью детей. В здании есть кабинет психологической разгрузки с массажными креслами и медицинский блок, где будет принимать стоматолог. Новый корпус школы доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Есть пандусы и лифт. Ремонт инженерных сетей многоквартирного дома на проспекте Победы 16 планируют завершить на два месяца, опережая график. Подрядная организация общества с ограниченной ответственностью СЕВ «Монтажстрой» сдаст объект к концу февраля. Об этом 17 января в ходе контрольного выезда заявил руководитель компании Александр Кузнецов. В этот день вместе с ним ход работ проверил и заказчик Фонд содействия капитальному ремонту Севастополя. Общества с ограниченной ответственностью СЕВ «Монтажстрой» зашли на объект в октябре прошлого года. К середине января, по словам подрядчика, ремонт инженерных сетей многоквартирного дома по проспекту Победы 16 завершен на 65%. Руководитель компании Александр Кузнецов обещает, что уже к наступлению весны жильцы получат в эксплуатацию обновленные системы и трубы. Данные трубы марки «Валтек» применяются именно вот эти трубы. 75-е, 90-е мы их поставили для горячего снабжения, то есть ГВС. Когда мы зашли на дом, были очень в аварийном состоянии. Сейчас они сдемонтированы, поставлены новые. Труба армированная не стекловолокном, а алюминием. Очень качественная и согласно проекту ГОСТа выдержит температуру до 90 градусов. Водоотведение закончено на 100%. Водоснабжение закончено на 90%. Ждем поставки электронного узла учета воды. После этого вода закончится. И отопление будет заканчиваться после окончания отопительного сезона. Сумма контракта – 40 миллионов рублей. По договору подрядчику предстояло провести пять видов работ. Часть из них уже либо завершена, либо находится на финальной стадии. Это теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электрика и установка узла учета тепла и воды. На сегодняшний день мы видим, что работы в стадии высокой степени готовности. Во время контрольного выезда руководитель фонда содействия капитальному ремонту лично проинспектировал ход работ по замене системы теплоснабжения. Также заказан уже узел учета воды и узел учета тепла. Они будут установлены, я думаю, что в феврале месяце. Достаточно большой объем работы проведен за последние два месяца. Каждый день подрядчики находятся на объекте, в каждом подъезде работает бригада. Активно помогают собственники. Хочется выделить этот дом. Он один из немногих, где доступ обеспечен в каждое жилое помещение, находящееся в нем. И, соответственно, работы будут выполнены в 100% объема здания. Местные жители довольны ходом проведения работ и профессионализм специалистов. Прекрасная бригада. Я сама работала когда-то руководителем, знаю, что и как бывает. Это чтобы подойти к парню, который весь грязный, измученный, просто измученный. Я у него спрашиваю, скажите, тяжело очень. Я же понимала, что там вонище, что там невозможно вообще находиться. Да нет, ничего. Понимаете? Ну, просто героизм. Вот я просто, вот я считаю, что это героизм. У нас, в принципе, за это время укомплектовался штат профессиональными работниками, не только местными, которые много приехали из материка, из Вологды, из других регионов. И именно укомплектованы профессионалами, то есть, которые знают свое дело, знают, как общаться с жильцами и знают, как себя вести в экстренных случаях там протечки, прорыва или когда даже нет допуска по квартирам, то тактично объясняя им, к чему это может привести, если люди не дадут допуск в выполнение ремонта по квартирам. Третий год в севастопольских многоквартирных домах во время ремонта инженерных сетей устанавливают современное оборудование, узлы учета. Они позволяют управляющей организации отслеживать данные систем дистанционно. Посредством интернет-связи направляют данные о состоянии системы, о температуре теплоносителя, о давлении в трубах. То есть, в случае, например, порыва трубы или какой-либо утечки, данные сразу же поступают в ресурс-снабжающую организацию. Они могут, не дожидаясь обращения собственников, самостоятельно организовать выезд, аварийная бригада и устранить течу. Жильцы рады преображению их дома. Тем более, что инженерные сети много лет пребывали в негодном состоянии. А спускаться в подвал решались лишь смельчаки. А подвал был в ужасном состоянии. Доходило до того, что спускайся в подвал, а там море, плавая. Понимаете, канализация. Причем трубы были в таком состоянии, вот все буквально трубы, и канализационные, и водопроводные, и отопительные, что лилось с каждой, каждый метр пройдешь, течет, там течет. Мы не успевали вызывать аварийщиков, слесарей. В этом году дому номер 16 по проспекту Победы исполнится 55 лет с момента постройки. И обновленный подвал с полной заменой инженерных сетей кажется лучшим подарком на юбилей. А теперь такая красота, я вошла как в квартиру, красотища такая, такие трубы красивые, все такое красивое, такая чистота, запах. Я очень благодарна, что сейчас нам дом обновили, и я спокойно могу спать. По словам Дмитрия Шпагина, в программе Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя в этом году находится 283 многоквартирных дома, что на 63 объекта больше, чем в 2022-м. Антон Шлячков, Александр Усич, Севинформбюро. По щеколотку в грязи уже который год на работу добираются жители Балаклавы. Собственники домов по улице Склонной оказались в кадастровом плену и уже более пяти лет живут без дороги. Люди обратились в редакцию независимого телевидения Севастополя с просьбой помочь достучаться до властей, ведь коллекция обращений, которую они написали за эти годы, не вмещается в две огромные папки для документов. Эти грязевые разводы единственный путь к проезжей части для жителей улицы Склонной. Ежедневно им приходится подниматься по размытой непогодой тропе, чтобы уехать на работу или отвезти детей в школу. С 2014 года они обивают пороги департаментов Севастополя и местной администрации, чтобы сделать цивилизованный маршрут к своим домам, но пока безуспешно. Каждый год решение о ремонте нашей дороги перекладывается с года в год. В 2021 году прокуратурой было вынесено предписание и были выделены деньги на строительство нашей дороги в размере 250 миллионов рублей. Но, как вы видите, дорога до сих пор не построена. Пройти к своему дому можно и через соседский участок, на котором есть лестница с фонтанного переулка, но пользоваться ею по закону нельзя, ведь это частная территория. Сейчас, по словам людей, им приходится проскальзывать между домами других соседей. В документе, который в декабре прошлого года прислали из Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сказано, дорога на улице Склонной не относится к перечне общего пользования регионального или межмуниципального значения Севастополя, но учтена при инвентаризации департаментом городского хозяйства. Работы запланированы после выделения финансирования. Программа по восстановлению дорог рассчитана на пять лет. Однако местные жители не понимают, где именно будет проходить новая дорога, ведь участки расположены вплотную друг к другу. Что нам удалось добиться? Во-первых, мы узнали фамилии и имена руководителей всех департаментов. Во-вторых, мы накопили, наверное, килограмма два макулатуры, их отписок. В-третьих, мы их, этих начальников департаментов, увидели здесь в лицо, посмотрели. Здесь приезжали, ну вот, как я повторюсь, руководители департаментов, приезжали депутаты всевозможные. Вот. Мы их увидели, мы знаем, как они теперь выглядят. Вот. Ну и, к сожалению, пока больше ничего. К бездорожью от безвыходности люди адаптировались и попали в зависимость от дороги на фонтанном переулке. Отсюда они протаптывают грязевые склоны к своим домам и протягивают пожарные шланги к приезжающей водовозке. И если бытовые проблемы удается решить допотопным методом, то в случае чрезвычайных ситуаций жизнь людей окажется под угрозой. Вы знаете, было очень печально. Мне уже 85 лет страдаю сердечным заваливанием. Был сильный приступ. Машина скорой помощи приехала на самом верху Гаргары, остановилась. Зять и дочь пошли их сопровождать. Спускали с этой крутой горы, а я все лежу на полу. Это ужасное состояние. Я очень обращаюсь. Помогите, пожалуйста, нам как-то наладить нашу дорогу. Но на этом список проблем жителей склонны не заканчивается, ведь вечером улица погружается во тьму. Неза отсутствия дороги горсвет не может подключить уличное освещение. Я был вынужден переехать со своего дома, потому что у меня в данный момент нет возможности завести в него воду. Поэтому я переехал в жилье, которое более цивилизовано, с водой. На момент строительства мы просто проезжали к нашим домам и строились по дороге, которая существовала. А в дальнейшем получилось, что на этой дороге, по которой мы завозили стройматериалы, строили дома, образовался участок. Местные жители говорят, что надежды на появление нормального пути к дому не теряют и будут ждать реализации программы по восстановлению дорог. Дарья Гзюнова, Анатолий Паньков, Севинформбюро. Водолазы спасательной службы Севастополя очистили акваторию городского пляжа Балаклавы от мусора в канун Крещения. Чтобы традиция праздничного омовения не обернулась травмой, специалисты заранее проверяют дно на предмет наличия травмоопасных предметов металла и стекла. Непосредственно 19 января на пляжах будут работать пункты обогрева, а на дежурство выйдут медики и спасатели. Задача погружения обнаружить то, что может быть потенциально опасно для купающихся на Крещение. Все необходимое оборудование, гидрокостюмы, плавательные маски и трубки, акваланги и страховочные тросы водолазы проверяют заранее. Глубина здесь небольшая, но сильный ветер и волнение моря несколько осложняют проведение подобных поисковых работ. Сейчас мы обследуем именно ту часть, где люди заходят физически ногами. Дальше они уже начинают плыть. То есть вот эти моменты мы просматриваем на наличие опасных предметов. Это железо, это битые бутылки, стекла, все, что могло сейчас именно сюда принести благодаря штормам. Среди нынешних находок у береговой линии Балаклавы старая калоша, автомобильная покрышка и пара булыжников. При этом аналогичные работы МЧС у берегов Херсонеса и в районе Радиогорки принесли куда более опасный улов. Восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. А в районе пляжа Хрустальный из моря подняли более полутора тонн металла. В основном фрагменты разнообразных прибрежных конструкций, смытых ноябрьским штормом. Тем не менее, даже после того, как посторонние предметы будут убраны, спасатели все же рекомендуют заходить в воду медленно и осторожно. Особенно это касается новичков, решивших совершить крещенское омовение впервые. Если такие общие правила по купанию в зимний период, то это первое, самое главное, это не употреблять спиртные напитки, это перед и после омовения, это первое. Второе, внимательно смотреть на место захода в воду, аккуратно заходить, потому что в любом случае может быть скользко. Заходить постепенно, сначала омывать ноги, руки, конечности, потом грудь, потом начинать уже присаживаться, дальше уже купаться. Это если человек не подготовленный, чтобы не получил так называемого какого-нибудь холодного шока. В этом году достаточно много мы обеспечиваем пляжей, именно наша служба. Мы обеспечиваем и пляжи Качи, Учкуевки, Омеги, Балаклавы. Мы очень просим жителей города и гостей все-таки посещать оборудованные пляжи. Это ради вашей же безопасности. Все пляжи будут оснащены пунктами обогрева. Обязательно будет организована медицинская помощь. Специалисты спасательной службы и их коллеги из МЧС на крещение будут дежурить на всех официально разрешенных местах купания. Полина Галушка, Дмитрий Левека, Севенформбюро. О мероприятиях, посвященных празднику крещения, рассказали в музее заповедники Херсонес-Таврический. 19 января вход на территорию будет свободным. с 7 утра до 8 вечера. Во временном храме святого равнопольственного князя Владимира проведут божественную литургию, а в 10 часов на площади перед храмом состоится обряд освящения воды. В 10.30 начнется крестный ход в сторону карантинной бухты, и после освящения вод Черного моря верующие смогут совершить обряд омовения. Для посетителей музея-заповедника пройдут тематические экскурсии «Корсунь, купель веры православной». Они состоятся в 11.00 и в 13.00. Гостям расскажут об истории праздника и о роли средневекового херсонеса в крещении князя Владимира и Древней Руси. Крестный ход на места окунания верующих в Черном море в праздник крещения состоится и в других храмах Севастополя. В храме святителя Николая Чудотворца в Камышевой бухте, в храме 12 апостолов в Балаклаве храме святителя Филиппа митрополита Московского в Бухте Казачьей храме святых Константина и Елены в селе Орловка в храме в честь иконы Божией Матери умягчения злых сердец на улице Мельникова храме Рождества Иоанна Предтечи в Хмельницком. Безопасно совершить обряд омовения можно будет также на пляжах Омега Хрустальный городской в Балаклаве в районе причала номер 286 в Бухте Казачьей на радиогорке и набережной гарнизонного пляжа в Каче вблизи базы отдыха Звездный берег на пляжах поселков Учкуевка и Андреевка. Безопасность в специально оборудованных местах обеспечат специалисты скорой помощи и спасатели МЧС. Также в этот день будут развернуты пункты обогрева. 17 января во всем мире отмечается День детских изобретений. В Этикубе Гагарин к этому празднику приурочили несколько мероприятий для ребят разных возрастов. Самые младшие приняли участие в конкурсе работ посвященных космическим изобретениям. Учащиеся 5-7 классов послушали лекцию об устройстве и создании автомобиля, а также поиграли в квиз на знания физики. Любопытство к миру и стремление что-то создать своими руками есть в каждом ребенке. В Этикубе Гагарина эти качества всегда приветствуются. Юные изобретатели здесь могут воплотить свои идеи. Мы стараемся развивать вот эту детскую мечтательность, стараемся ее ни в коем случае не ограничивать. Если у них какие-то фантастические идеи, почему бы не попробовать их в каком-то формате воплотить в жизнь. То есть свои приложения, свои идеи дети могут здесь создать на компьютере, то есть в цифровом формате. В преддверии Дня детских изобретений в Центре цифрового образования детей провели конкурс среди ребят от 5 до 10 лет. Задачей ребят было рассказать о своей идее на тему космических изобретений. За неделю набралось полсотни работ со всего Севастополя. Конечно, мы все посмотрим, проверим и даже коллегиально выберем лучших. Но вообще были работы связаны с такими очень глобальными проблемами, как перемещение по другим планетам, улучшение быта космонавта, космические зубные щетки, космические скафандры, улучшение исследования других планет, поиска полезных ископаемых. То есть смотря на то, что детки у нас совсем юные, конечно, они очень глобальные идеи придумали и очень интересные. 17 января ребята постарше посетили лекцию, где им рассказали об устройстве одного из самых сложных изобретений современности – автомобиля. Лекцию мы назвали «Максимально доступно для детей». То есть «Автомобиль своими руками возможно ли это?» Моя задача, наверное, на сегодня рассказать о той работе, которая ведется в стенах нашего института, попытаться, наверное, провести некие разделительные полосы между изобретениями, разработками, инженерными разработками. Для меня больше всего запомнилось то, что преподаватель может дать настолько сложное, но интересное занятие, здание. Мне понравилась вся лекция слушать про то, в чем будет дальше развиваться автомобиль, в принципе, как он выглядит и его 3D-модель. На примере автомобиля, который можно собрать своими руками, школьники узнали о том, как создать что-то в современном мире, что для этого нужно и в чем разница между инженером и изобретателем. Изобретателем быть важно, но в мире, в котором существует очень много всего, вот постоянно появляется что-то новое. Не всегда просто как бы стать изобретателем и реализовать себя, но если ты инженер, то как бы и знаешь некие законы изобретательства, да, как появляются новые разработки, в принципе знаешь жизненный цикл продукции, то пойдя, допустим, больше в техническую сторону своего образования, можно создавать новые вещи. Впрочем, слушатели лекции, несмотря на свой юный возраст, уже имеют опыт изобретения, поэтому они всегда рады таким лекциям. Для них это возможность узнать что-то новое и попробовать себя в этом. Я люблю лего собирать. Очень у меня очень много наборов, и у меня есть один большой шкаф, на котором все наборы лего. Скорее всего, я собрал самолет из лего или большую машину McLaren. Мне очень нравятся инженерные дела. В детстве я часто вызывал какие-то изобретения, которые, естественно, ломались часто. У меня в детстве был набор, там, где можно было собирать разные провода, но это в основном были какие-то лампочки, ну, либо я какие-то игрушки собирал из частей тех, которые уже были. В общем, это было давно, но их было довольно много. Победители конкурса изобретений получат сертификат на посещение Центра инженерных разработок учебно-научной лаборатории инжиниринг и промдизайн Политехнического института СИФГУ. Мария Олегина, Денис Александрович, Севанфорумбюро. И в завершении выпуска о погоде. По информации Севастопольского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг 18 января в городе ожидается переменная облачность, ветером дождь. Ветер южный 15-20 метров в секунду, температура воздуха от 10 до 12 градусов тепла. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 9 детей, 2 мальчика и 7 девочек. На сегодня это все. Телефон редакции 59-0060, а также мобильный плюс 7 978 900 3131 Уточнить информацию или оставить свою вы, как всегда, можете на нашем сайте mtsdefis.tv.com Ждите новостей и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok